Друзья, всем привет! С вами Леся. У меня такое вот небольшое включение в виде расхламления. Сейчас вам покажу продукты для губ, которые я хочу отдать в добрые ручки. Они мне не подошли по каким-то своим причинам. Значит, первое... Вот, сводчик. Первый вот этот вот оттенок, это у нас идёт Ева Мозаик. Так, где оно? Смотрите, какой красивый, яркий оттенок. Это у нас новая коллекция 06. Очень мне нравится. Он как вельветовый, такой велюровый, я не знаю, прекрасный, яркий оттенок. Вы можете видеть его. Вот он. Матовый, не размазывается под маской. Но дело в том, что когда вы его нанесли, он очень яркий. Но если вы ходите с ним долго, несколько часов, он темнеет. И я такое уже встречала в своей жизни. Он темнеет, и из такого вот яркого, красивого оттенка превращается в тёмно-тёмно-томатный. Я не знаю, как так и почему происходит, но если бы он был таким, я бы его просто носила регулярно. Но тёмно-томатный, это не мой оттенок. Я даже не знаю, как теперь выбирать вот такие вот помады от Евы Мозаик, потому что они имеют вот такую вот странную функцию темнеть. Вы знаете, Еву я люблю, но если продукт как бы не соответствует каким-то критериям, я им пользоваться не могу и не буду. Следующая помада, вот вторая, она как раз посерединке. И это у нас Кика. Вы знаете, что у меня были покупки Кика Милана, и всё ушло в никуда, потому что я считаю, косметика плохого качества, серьёзно. Ну, тройка. То есть, а цена, ну, прям на некоторые продукции люксовая. Здесь у нас оттенок 124, оттенок мне нравится. Это реально мой красивый такой оттенок. Но помада ужасно смотрится на губах. Я её пробовала носить несколько раз из-за оттенка, но выглядит это, ну, настолько дёшево. Она какая-то такая, не знаю, ей даже губы нормально не нарисуешь, они как размазаны какие-то, как будто бы вам жиром по губам поводили. Я не знаю, как это даже рассказать, но чувствуется сразу, что помада очень некачественная, очень дешёвая. Она как-то, ну, даже не рисуется по контуру, она сразу как размазывается за губы. И даже ради оттенка я не буду это терпеть. И на губах он, кстати, не так красиво смотрится, просто как, ну, некачественное сразу видно, поэтому не буду. Вот, вы знаете, я обожаю шоссе, да, матовые помады, вот с этим оттенком, видите, вот, не знаю, будет видно вам или нет, вот он. Это оттенок, оттенок 213, неон-басса, вот такой вот. Пробовала тоже несколько раз носить, но, увы, не могу. Он очень сильно пляшевит. Может быть, из-за оттенка, то, что он такой светлый, и вот он, из-за оттенка, то, что светлые оттенки, так пляшевит. У меня есть 214, по-моему, или 212, не помню. Ну, либо 212, либо 214 еще есть, и вот он, как бы, более такой у него, видите, какой-то оттенок. Я даже не могу сказать, мне кажется, видно, что он пришив, даже на руку лег. У них, если матовые оттенки полностью совпадают с палитрой, с раскладкой, то вот такие вот гелевые, они не соответствуют своей раскладке на сайтах. Они не похожи на... Вы заказываете один, должен быть такой, типа, как Кика, он по расцветке, по раскладке. На самом деле, вы видите, какой он, какой-то светло... Видно даже, что он лежит на руке, не очень светло, какой-то пионистый, не знаю даже, как описать. В общем, и оттенок немножко немой, мне нужно что-то поярче, понасыщеннее. Ну, в принципе, на лето бы подошел, но он очень сильно пляшевит, и как-то даже кусками, ошметками ложится. Его собрат, у которого более насыщенный, более такой оттенок потемнее, он... Не скажу, что нравится мне особо по качеству, но так плохо себя не ведет. Поэтому, ну, вот, последний раз я с ней ходила гулять, мне совсем не нравилось то, что я вижу, поэтому не буду мучиться. Да. И еще здесь вот такой вот бальзамчик от Clorance, Hydra Essential. Честно говоря, просто не хочу и с ним мучиться, с таким вот кончиком. Я без понятий, как наносить на губы, мучиться, мудохаться, зачем мне это все нужно. Не хочу. Есть нормальный бальзам, я накрасила и пошел, чем вот эта вот пипка вот этой вот пытаться нанести. Тонькие-тонькие кончики, конечно, не для бальзама, для губ. Выпочкала все помадами, в общем, вот такие вот помады от меня уходят. Вы знаете, я очень люблю помады и люблю качественные помады. И для меня главное, чтобы они красиво сидели, работали, чтобы был мой оттенок. А это, к сожалению, в чем-то, ну, промо. Вот откровенно, кика вообще ужасные. Ужасные по качеству. Прям видно, что помада ужасная. Ева темнеет, а шоссе это бляшит, если так вкратце. А это просто неудобно использовать. Все, девочки, это все, что хотелось вам показать. Всем большое спасибо.